Продолжение следует... Не стабильности как раз при миеломной болезни-то и не бывает. Но вот в таком аспекте я постараюсь рассказать о современных способах лечения. Вообще, когда, наверное, лет 10-8 назад, когда нам, вертебрологам, довелось диагностировать миеломную болезнь, последствия миеломной болезни у некоторых пациентов, гематологи совсем отрицали способы хирургического лечения у этих пациентов. Но в основном потому, что, наверное, все-таки это многоочаговые поражения. И нам доставались эти больные тогда, когда уже происходили осложнения собственной миеломной болезни, ну, переломы позвонков. Тогда, когда имеется вот такое множественное поражение позвоночника, конечно, оперативное лечение здесь не будет эффективным, да и подобрать нельзя в общем способе операции. Тем более, что при множественной миеломе, когда поражается одновременно и грудной, и поясничный отдел, тем не менее в 3-5% выявляются одиночные очаги. Тогда, наверное, тогда это лечение, в принципе, будет эффективным. Перелом позвонков при деструктивном процессе при миеломе в основном относится к типу А. Это А1, А2, А3. Это в основном стабильные повреждения. Редко бывают повреждения, которые вызывают такое разрушение, которое вызывает сужение позвоночного канала и проникновение задней стенки позвонка в позвоночный канал со сдавлением спинного мозга. Ну вот, на самом деле, я посмотрел очень много литературы перед этим, подготовка к докладу была, в общем, несколько месяцев, и я не согласен с этой цифрой, хотя это, в общем, средний процент, который удалось найти по литературе. На самом деле, компрессия спинного мозга развивается значительно реже. Хирургическое лечение показано тогда, когда неэффективно лучевая терапия и химиотерапия, когда имеются одиночные переломы или угрозы этих переломов, не купируем болевой синдром и компрессия спинного мозга. Но вот здесь опять, по литературе у гематологов, при компрессии спинного мозга больше 24 часов оперативное лечение не показано. Но это идеологически вообще неверно, потому что травматическая болезнь спинного мозга имеет определенные периоды, и, в принципе, если компрессия мозга имеется, то оперативное лечение по всем нейрохирургическим руководствам по литературе показано всегда, потому что, когда существует компрессия, существует дистантное поражение спинного мозга, и, например, если поражение мозга в каких-то пограничных зонах, например, грудно-поясничный переход, там, где конус спинного мозга, или верхний шейный отдел позвоночника, восходящий процесс может вызвать большие неврологические нарушения. Ну, например, если поражение подконусное, страдают ноги, если надконусное, страдают или конусные тазовые функции, если выше верхнего грудного отдела позвоночника, могут пострадать руки и так далее. Поэтому всегда, когда имеется компрессия, нужно думать о том, что восходящий процесс вызовет еще больше дистантные нарушения. Хотя, конечно, функции спинного мозга при этих операциях вряд ли восстановятся, но не будет ухудшения этого процесса. Кроме вертобропластики, о которой говорили, иногда приходится делать и большие операции, и они были до вертобропластики. Эти операции были с протяженной фиксацией позвоночника. Ну, в частности, трансфедикулярная фиксация в нашей стране где-то пошла с 95-го года, поэтому начинали мы как раз с нее. Показания к трансфедикулярной фиксации тогда, когда поражено, ну, допустим, несколько позвонков, когда имеется поражение задней стенки позвонка с проникновением, с возникновением так называемого клиноурбана и компрессии спинного мозга, и тогда, когда нуждается пациент в декомпрессии, то есть в ляминоктомии. Ну, вертобропластика показана при одиночном процессе, при компрессии меньше одной трети, потому что компрессия больше одной трети это уже нестабильное повреждение. И вертобропластика, собственно вертобропластика, там уже поможет вряд ли. Ну и тогда, когда имеется образование в двух-трех позвонках смежных. Противопоказания, мы уже об этом говорили, когда имеется диффузная боль, когда имеется инфекционный процесс, когда множественное образование и так далее. И ветропластика показана при значительном разрушении тела позвонка. Из функционных процедур, которые наиболее щадящие, которые можно выполнять, в общем, наверное, везде, тем более, что, ну, сейчас вертобропластику в нейрохирургических и ортопедических отделениях в стране только ленивые не делают. На самом деле это приносит достаточно большой вред. Кроме этой процедуры есть еще кифопластика и стентирование позвонков. Вертобропластика – это введение цемента через ножку в тело позвонка. В основном она получила распространение при лечении гемангиом. При введении цемента заполняется разреженное губчатое вещество тела позвонка. Стараются заполнить, конечно, все тело. Иногда поражается и ножка позвонка, и дуга позвонка. Там процесс сложнее. Распространенная хорошо зарекомендающая себя процедура. В чем проблема вертобропластика? Имеются жидкие и густые цементы. Все примерно цементы твердеют в одно время, в течение примерно 50 секунд. Это то время, за которое нужно провести заполнение тела позвонка. Но жидкий цемент может пойти... Грубо, позвонок – это вена. Если мы вводим цемент в тело позвонка, то он может пойти как в сторону позвоночного канала, так и сброс цемента может произойти в венозное русло вплоть до сердца. И мы находили там эмбол. Густой цемент в стадии перед введением, но это примерно как жевательная резинка, такая достаточно хорошо разжеванная, такая очень мягкая. И риска с введением вот этого цемента значительно меньше. Но на нашем рынке представлен единственный цемент фирмы Johnson & Johnson, так называемый Confidence, его аббревиатура CSS. Этот цемент достаточно дорогой и пользуется им немного по ВМП, по ВМП ОМС, я не знаю клиник, где это закупается. Тендер он не проходит. Но тем не менее, это то, чем пользоваться уверенно, в общем, и достаточно безопасно. Перед вертобропластикой всегда показано делать спондилографию. Ну, так бывает, наверное. Спондилографию, то есть введение контрастного вещества в тело позвонка. Это позволит прогнозировать, куда пойдет цемент. Хотя сброс густого цемента происходит несколько по-другому. Вот видите, сколько времени заполняется позвонок справа. Хотя вертобропластика достаточно быстро сброс контраста происходит. Если пользоваться без спондилографии или не совсем соблюдать технологию, то мы очень часто видим вот такую картину. Чаще всего цемент в позвоночном канале вызывает неврологические расстройства вплоть до параличей. Частоту этого я покажу несколько дальше. Сброс цемента в диск он менее, конечно, опасен. Это бывает при том переломе, когда имеется повреждение замыкательной пластинки. В сосудчатой русло также, ну, только большое количество, конечно, сброс большого количества цемента может вызвать какую-то значимую эмболию. До процедуры надо прогнозировать, куда пойдет цемент. Там, где имеется поражение задней стенки позвонка, введение цемента, особенно под давлением, может или проломить эту стенку, или мы не все видим на срезах, и, в общем, цемент может пойти в позвоночный канал. Ну, вот, например, пациент, у которого, которому лечили гемангиому, с меломы очень трудно найти, правда, я покажу здесь, с меломы очень трудно найти леченных пациентов с помощью вертоворопластики, поскольку, ну, действительно, это редко, солитарное поражение, но, тем не менее, мы лечили таких людей, нам институт гематологии их отдает. Вот пациент, которого лечили с помощью трансфедикулярной вертоворопластики в другом учреждении по поводу компрессионного перелома тела позвонка. У него буквально сразу появилась одышка, появился кашель, и на второй день он откашлял фрагмент каменистой плотности. Даже на рентгене видно, даже на рентгене видно какие-то включения. Ну, дальше исследования КТ. Оперопластика здесь проведена идеально. На КТ видно наличие цемента в легких массах срезов, потому что не везде это все выявлялось, это все видно здесь достаточно хорошо. Ну, в большом консилиуме мы все это обсудили, поскольку после лечения приступы не повторялись, удаление мы никаких активных действий не производили. Его проблема была, в общем, незначительной. Более правильно делать вертоворопластику при переломах через две иглы, потому что компрессия, пациенты попадают с компрессией не всегда сразу после перелома. Иногда попадают даже через несколько месяцев. И тогда уже в позвонке идет регенераторный процесс, и заполнить весь позвонок цементом бывает очень трудно. Приходится пользоваться введением цемента с двух сторон. Кифопластик, который вы здесь поминали, в общем, в стране никто не делает. Она достаточно хорошо пошла 10 лет назад, и были дилеры, которые ее продавали, однако преимущество перед вертоворопластикой, собственно, вертоворопластики не имеет, потому что вот этот баллон силиконовый, он не в состоянии под давлением поднять замыкательную плосинку и расправить позвонок. А смысл кифопластики в расправлении. Заполнить и, будем говорить, склеить позвонок цементом можно без этого. Репозиция при свежих повреждениях производится с помощью декомпрессии на столе, специальным устройством, реклинатором, которое позволит позвонок расправить. Тогда цемент легко идет. То же самое впечатление о кифопластике. И за рубежом достаточно большой обзор был проведен. Сейчас кифопластика почти не используется, но появилась новая технология, вот здесь это все объясняется, так называемое стентирование позвонков. На нашем рынке всего две фирмы, которые продают наборы для стентирования. Это Synthes, Швейцария, правда, производится это в Америке. В тело позвонка, так же, как игла для цементирования, вводятся стенты. Они расправляются здесь гидравлической системой под давлением. Потом в эти стенты вводится цемент. Более удобная механическая система – это Osofix. Мы ее начали использовать с 2007 года, сделали около 60 процедур при свежекомпрессионных переломах, как и на фоне остеопороза. Один был пациент с солитарной миеломой. В основном это свежие переломы, особенно у молодых людей, компрессионные переломы стабильной позвонков. Это очень мощные стенты, которые реально расправляют тело позвонка. Но технология здесь показана, поэтому в объяснении она не нуждается. Вот так это происходит. Это клинические примеры. Заполнение одного позвонка, двух позвонков, КТ после этого. И здесь все то же самое. А использование здесь показано чисто хирургическим мультиком. У них есть большой стенд, который иногда можно использовать один. Здесь вот вводится с двух сторон, здесь вот используется единичный стенд. Так он выглядит на компьютерной томографии. В основном мы используем при компрессионных переломах, когда используем транспедикулярную систему, пользуемся через кожными системами. Ну вот это Viper 2. Это вводится через четыре маленьких разреза. Через четыре маленьких разреза все вот эти вот устанавливают стержни. Вот показана схема, как это вводится потом стержни в пазы винтов. Процедура абсолютно нетравматичная. Используется достаточно широко. Вот клинический пример пациента 55 лет, который наблюдался по поводу множественной меломы. Он лечился в Москве. Правда, житель не Москвы. Его очень долго лечили. Произведена была ляминоктомия декомпенсионная Т7-8 и фиксация транспедикулярная. Когда он достался нам с обследованием по поводу болей в грудном отделе позвоночника, при обследовании обнаружился винт, который повреждал стенку аорты. Такие осложнения, я бы не сказал, что нередки, но они есть. Вот мы в нашей клинике, мы наблюдаем уже восьмого пациента с такой проблемой. Проблема, конечно, большая возник. Вопрос, как из нее выйти. Поскольку в нашем центре кардиохирургия развита прекрасно, мы решили сначала установить стендграфт по аорту и потом переустановить этот винт. В этой ситуации полностью мы как бы исключили опасность этой процедуры, опасность кровотечения во время операции и сохранили систему, сохранили фиксацию позвонков. Он был выписан очень быстро, все с ним было нормально, но через два года от основного заболевания он все-таки умер. Аналогичные наблюдения у женщины. Здесь тоже показано, как винт повреждает аорту. Я говорю, у нас уже восемь наблюдений по этому поводу. Винт повреждает аорту. Здесь все сделано было аналогично. Основные осложнения, которые бывают при открытых вмешательствах, то есть при транспедикулярной фиксации, это повреждение твердой мозговой оболочки с развительной млекварой. Не так часто проводится во время всей операции рентген-мониторинг. Мы наблюдали пациентов, у которых прослеживали, поскольку вертебрологи в общем все контактируют друг с другом, прослеживали саму операционную процедуру. И происходит это от того, что рентген-мониторинг проводится некачественно во время операции. Не каждое введение винта начинается с прямой проекции. Это наши технические особенности. И винт вроде бы вошел нормально, пациент проснулся, ноги, руки двигаются, но тем не менее эти осложнения проявляются значительно позже. Ну, в такой ситуации, конечно, требуется ревизионное вмешательство. Повреждение спинного мозга и невральных структур в основном происходит тогда, когда пациент одновременно с переломом имеет какую-то деформацию позвоночника. И вот здесь неправильная укладка, неправильное введение, расчет углов введения повреждает содержимое позвоночного канала. И самое страшное, конечно, это спинной мозг. Кровотечение, да, кровотечение встречается часто, но это, в общем, ситуация решаемая сразу на операции. Тромбозы, повреждения при, ну, в основном чаще всего происходит повреждение сосудов при переднем доступе, при заднем доступе очень маленький процент поражения. А в основном это тоже из-за неверного проведения и повреждения винтов. Ну, таким образом, вы видите, всего две процедуры основных. Это вертобропластика в ее вариантах сочетает, в сочетании, например, со стентированием. И при осложненных повреждениях и значительных деструкциях позвонков это декомпрессивная ляминоктомия. Все это надо, конечно, делать. Это значительно улучшает качество жизни пациентов, их реабилитацию и позволяет им нормально жить после, со своим заболеванием. Спасибо. 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 Спасибо.